Спасибо, Махпал. Вы знаете, к этому цвету глаз добавилась наша медитация с фонарями. Здравствуйте, девочки и Махпал. Меня зовут Айша, я живу в США. Самое смешное, что я уже три дня записываю вам отзыв, Махпал, и он больше 30 минут, получается, в видео. Я никак его не могу послать. Каждый день, думаю, главное укоротить, укоротить, укоротить. Я вам очень благодарна. Да, я большой поклон хотела сделать вам и всем тем учителям, которые стоят за вами, за нами. Спасибо огромное. Я вот в видео своём говорила моему роду, что он позволил и открыл мне двери к вам, к нашим знаниям. Спасибо моей семье, которая как-то энергетически меня поддерживала. И спасибо мне самой, что у меня хватило терпения. Мне кажется, это единственная в мире вещь, которую я довела до конца какой-то два месяца. Мне очень помогла, кстати, чакра-нумерология. Махпал, спасибо большое. Я стала заниматься уже с ботой. И у меня всё вот по полочкам, тык-тык-тык, одно к одному встало. И столько объяснений. Я пришла на курс. У меня не было каких-то точных целей, но у меня постоянно была внутренняя тревожность. Очень сильно повышались вибрации, тревога. У меня прям тело тряслось от тревоги. У меня был долгий декрет. Я очень долго не выходила, как бы не делала ничего полезного для людей. И ещё я хотела очень поставить как-то своё питание, систематизировать. Думала, ну или надо интервальное, или надо то, или надо то. И в итоге нужно ещё и похудеть. Но мне так понравилось, что просто здесь была готовая система, по которой мы готовили. Всё ясно и понятно. Я счастлива, что я не ем сладкое. Я счастлива, что я не ем лактозу, молочные продукты. Я очень сильно похудела. У меня есть ребёнок, есть семья. Слава Богу. Но самое смешное, что я на улице хожу, и просто мужчины без конца подходят и обращают внимание. Я такая с ребёнком иду на площадке, и ко мне там что-то там стоит. Я только в смысле говорю, это зачем, почему? И вот как вы сейчас отметили, видимо, они глаза начали как-то очищаться и сиять. Самое главное, вы знаете, у меня такой результат, у меня снялась какая-то пелена. И я стала, наверное, это хорошо, я стала видеть всю правду. Я стала видеть правду в людях. Я стала просто... У меня появился какой-то внутренний голос, который мне всё время говорит. Вот сейчас этот человек делает так-то, но на самом деле он думает так-то и хочет того-то. И это меня спасает от каких-то активных действий, от каких-то активных реакций. Я просто молчу, и происходит какой-то внутренний процесс, и мне говорит мой процесс, что работать надо только над собой. Человек тебе наговнил, простите за язык мой, но это не человек говно, а у тебя есть внутри какая-то какашка, которую надо почистить, и раз так что-то один слой за слоем отпускается, отпускается и такое, ну здорово, пошли дальше. У меня были какие-то трудности в родительской семье, они как бы есть. У многих месяцев я очень страдала, плакала, сердце разрывалось, но всё как-то вот оно встало по полочкам, ситуация не разрешилась, но ситуация для меня стала более ясная, я стала больше позитивнее, и, наверное, я хочу сказать спасибо за то, что я наладила контакт больше со своими родителями, я уже стала не какая-то маленькая дочка жертвенная, там я сижу, плачу, жалея себя в каждой ситуации. Я думаю, почему я себя жалею? Не со мной же это происходит. И я стала просто это всё отметать, и как по-взрослому разговаривать со взрослыми людьми, окружающими меня. У меня очень всё время с гречкой ситуация в голове, тоже такая, возьми за себя ответственность, ни на кого не надо перекладывать ответственность. Я очень много лет работала инструктором йоги, но с тех пор, как я родила и переехала в Штаты совсем недавно, у меня появился барьер общения с людьми и барьер выходить опять и что-то людям преподавать, инструктировать, прям страх страшный, что я не умею, никчёмная, всё уже пропало, всё. Я этот страх поборола, я начала преподавать, у меня появились студии, в которых я счастлива находиться, какие-то места новые, где я могу делиться с людьми своими знаниями. Самое интересное, что я нашла, извините за маленький рассказ, здесь у меня появилась подруга, которая мне помогает в йога-сфере, она одноклассница моей йога-гуру, которая живёт вообще где-то на Бали, и эта женщина живёт здесь. И она говорит, «Ты училась, наверное, у того-то, того-то». Я говорю, «Нет, что это за судьба такая? Как можно было встретиться людям вообще из разных полюсов в одной точке, и я ещё здесь оказалась?» Я вообще говорю, это просто для меня невероятные какие-то события происходят. И я сижу в ожидании следующих событий. Хочу вам спасибо большое сказать. Я мотивирую свою семью, свою маму на правильное питание, на правильное мироощущение. Мне очень понравилась чакра-нумерология. Ещё раз хочу сказать спасибо, что вы для нас открыли такие знания, столько там интересного. И вот в конце я пришла починить свою тревожность, я её починила, мне просто нужно было заземлиться. И с вашими медитациями, и с чакрой-нумерологией я просто стала опускаться на землю, и всё стало нормально. Слава Богу. Ну, ещё много таких мелких жизненных, каких-то классных событий происходит. Я не хочу ни с кем прощаться, я не хочу с вами прощаться, потому что я собираюсь идти к вам на ашрам. И я вот даже хочу, наверное, второй раз пойти сейчас на второй поток. Очень приятно. Потому что, да, мне нужен просто постоянный гайд, который меня ведёт. И спасибо, что вы есть. И спасибо, что нам не надо всё время всем вот так вот разговаривать. Вы просто нам один раз в день что-то посылаете, мы напитываемся, и раз в неделю такой происходит обмен энергии. Спасибо. Спасибо большое за позитив. Я хочу, чтобы все были счастливы и улыбались. Самое главное, Махпал, я благодарна вам за одну фразу, сказанную в начале потока. Вы сказали, что если все женщины мира объединятся, и никто не будет завидовать, обманывать, не любить друг друга, а делать только позитив, никогда не будет войны. Я очень этого придерживаюсь, девочки. Я желаю нам мира во всём мире. Давайте держаться за руки. Всех люблю. И спасибо, что все делились своей энергией на нашем марафоне. Со всеми скоро увидимся. Спасибо большое. Всех целую. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А немножко добавлю, когда вы думаете, что очень часто женщины говорят, сексуальные практики или какие-то женские практики, Махпал. Я говорю, ну вон там Инстаграм, сколько хотите, берите. Почему, когда энергия у женщины поднимается и когда она приходит в внутреннее спокойствие, вообще мужчинам, по большому счёту, вообще без разницы, как оно выглядит. Они готовы за этой энергией идти и просто брать эту энергию, потому что они эту энергию ищут. Какую энергию? Они хотят это состояние, понимаете? Для мужчин вообще успокоиться, они всё время в тревоге, в войне, у них такая энергия, да, захватить, забрать. Они всё время хотят какую-то женщину рядом примкнуться, там, где можно успокоиться. И вот это состояние они хотят, они ищут, а все думают, что они хотят там то, что это неправильно. Вот когда вы начинаете над собой работать, они вот просто готовы за вами, просто вам проходу не будут давать. А чем выше ваши вибрации, тем больше они будут, вы будете привлекательны. Спасибо.